Полковник вооруженных сил ДНР, героя Донецкой Народной Республики, основатель и первокомандир легендарного батареи «Спарк». На карточке ответа нет, команде придется вспоминать. Угадать здесь не получится. Впрочем, позывной «Моторола» достаточно известен, чтобы сильно напрягаться. И это только один из десятка вопросов, которые подготовили для настольной военно-исторической игры. Сегодня им предстоит соревноваться друг с другом в знаниях, потому что знание истории является тем самым фундаментом, на котором строится наше мировоззрение как граждан Российской Федерации, как патриотов нашего Отечества. Пусть каждый из вас покажет все, на что способен. Играйте командно, помогайте друг другу, играя способствует тому, чтобы вы проявляли, в первую очередь, командный дух. Югализм здесь неуместен. Военно-историческую игру презентуют впервые. Она посвящена второй годовщине начала СВО. Вопросы про историю, культуру, географию России и Украины, а также о ключевых аспектах российско-украинских отношений с 1991 года по настоящее время. Отдельный блок вопросов был посвящен основным событиям и героям специальной военной операции. Чтобы донести до нашей молодежи те исторические факты, которыми, к сожалению, сегодня мало кто обладает. Вследствие чего становятся жертвами различного рода дезинформации, сфальфикации фактов, которые сегодня очень часто встречаются в нашем сегменте интернета. Где одни факты подменяются другими, где искажаются факты или, наоборот, создаются, в принципе, фейковые или иные исторические события моделируются, которые влияют на умы нашей молодежи, заставляя их неправильно немножко воспринимать, а иногда немножко нашу реальность современную. В военно-исторической игре принимают участие 8 команд – отряды юно-армейцев и православные витязи. За общим столом играют по 4 команды. Поле – прямоугольник с карточками. У каждой команды три наступательных фигурки. По очереди бросают кубик и ходят по полю. Попал на клетку боя – берешь вопрос. Ответил – получил так называемый жетон победы. Не ответил – считается, что игрок попал в плен. Его должны освободить сокомандники. Ответить на тот же вопрос. У кого больше жетонов, тот и победил. Школьникам игра понравилась. Победители ждали награды. Для остальных участников это был стимул подкрепить свои исторические знания.